В минувшие выходные на сцене ДК «Автомобилестроители» любителям национальной музыки был представлен творческий отчет Народного татаро-башкирского ансамбля «Уралым». Концерт стал данью уважения и признания в любви талантливому музыканту, хранителю народных традиций и бессменному руководителю народного ансамбля Альберту Рахимову. Этот отчетный концерт Народного коллектива «Уралым» – дань уважения и признания в любви талантливому музыканту, хранителю народных традиций и руководителю народного ансамбля Альберту Рахимову. Об этом говорят и сами участники особого мероприятия и почетные гости. Уж очень хотелось артистам из народа поддержать своего наставника после тяжелой болезни. Оксана Ильюб – молодая исполнительница татарских песен и секретарь конгресса татар Челябинской области. Приехала, чтобы исполнить две песни, которые написал именно Альберт Рахимов. Я на этот концерт приехала. Во-первых, я очень люблю творчество «Уралым». Очень интересно. Единственное, в области своеобразная такая группа, ансамбль, коллектив. Народные и современные песни, вокально-хореографические композиции, детские танцевальные номера, история края в танце, что бы ни исполняли артисты «Уралыма» – это целое художественное полотно в народном стиле. Продумано все – от орнамента на платье до зрелищности постановки. Это отсюда из зала красивого, интересного. А так вот, быть за кулисами, эту кухню я прошел, эту школу. Поэтому я им удачи желаю. Они же ведь не профессионалы, они же студенты, рабочие люди. За четверть века художественный руководитель Альберт Рахимов вывел национальный коллектив совершенно на новый уровень исполнительского мастерства. Это отмечают самые авторитетные специалисты региона. Альберт Баянович стоял у истоков национального движения Челябинской области. Вот первый национально-культурный центр был организован в апреле 1988 года. И вот мы с ним, это мой очень большой друг, вот с ними, с такими, как Альберт Баянович, по регионам, вот я ездила, мы и создавали вот эти общественные национально-культурные объединения. И, конечно, основным детищем вот этого национального движения в МИАСе является вот этот народный ансамбль Уралом. Ветеран народного ансамбля, вокалистка Зухара Ильясова без творческого коллектива не мыслит уже своей жизни. Впрочем, практически для 60 миассов от дошкольного до послепенсионного возраста Уралым – второй дом. Коллектив у нас не стоит на месте, движется вперед постоянно, каждый день, каждый год. Это труд, труд маленьких ребятишек, труд подростков, более взрослого и вокалистов, конечно, вокальной группы. На концерте были вручены грамоты и подарки от председателя исполкома Конгресса Татар Челябинской области и депутата законодательного собрания Челябинской области Лены Рафиковны-Колесниковой. Руководителям хореографических и вокальных групп коллектива и, конечно, руководителю народного ансамбля. «Мой край», «Мой Урал», «Мой завод» – все эти понятия слились в Уралыме, утверждают участники народного коллектива. А специалисты говорят, Уралым – не просто национальный ансамбль, это наше национальное явление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова